Маша Трауп А кроме этого, пишет теплые и уютные истории о жизни. Она пишет легко и просто, а самое главное – о понятных и обыденных вещах. За 12 лет творческой писательской жизни Маша Трауп написала более 30 книг и сборников рассказов. Каждая книга заслуживает особого внимания. Любовь со странностями и без В этой книге представлено 8 отдельных историй о женщинах, которые любят всей душой. Вот только любовь у каждой разная, со своими нюансами и заморочками. Влюбленная женщина много не замечает, а вот Маша Трауп подмечает детали и самые тонкие оттенки чувств, которые показывают жизнь под другим ракурсом. В каждой героине легко узнать себя, подругу или же соседку по лестничной клетке. В каждой строчке легко увидеть привычную жизнь другими глазами. В Грузии удивительная страна, со своими неповторимыми обычаями и атмосферой. Главная героиня давно уехала и возвращаться домой к шумным родственникам не стремилась. Но одно событие она просто не могла пропустить. Лучшая подруга выходит сам уж, а значит, пора лететь в Грузию, чтобы стать частью этого грандиозного события. Самое интересное, что жених, без которого не обходится ни одна свадьба, даже не догадывается о предстоящем событии. В этой книге нет трагедий и драмы, но на страницах книги ожила история о дружбе, любви, верности и счастье. Муж сделал сыну Васе омлет, единственное блюдо, которое он умеет готовить. Готовое блюдо подгорело, скукожилось и почему-то приобрело зеленоватый облив. Папа, по-моему, он лет укачал, сказал Вася, глядя в тарелку. В книге «Семейная кухня» Маша Трауп собрала очень разные истории, смешные и грустные, счастливые и трагические, которые объединяют одно – еда. Иногда кажется, что жизнь вполне наладилась и даже удалась. Ты счастливчик, все у тебя замечательно. И вдруг удар. Ты словно спотыкаешься на ровной дороге и понимаешь, что то, что было раньше – ненастоящая жизнь. Появляется человек, без которого ты задыхаешься. Физически не можешь дышать. Будь тебе 19, у тебя не было бы сомнений в том, что это любовь, что твое счастье продлится вечно. Но тебе почти 40, и ты больше не веришь в сказки. В курортных местах принято жить по-другому календарю. Здесь есть всего два времени года – сезон и несезон, и два времени суток – открыто и закрыто. У местных жителей есть прошлое и настоящее. Но никто не знает, наступят ли будущее. Уважаемые отдыхающие, эта книга для вас. Пусть читателя не вводит в заблуждение название книги. На страницах нет плохих матерей. Каждая по-своему уникальна, но каждый образ легко узнать. Тут нет вымысла, только жизнь. Плохая мать – роман о манах, бабушках, отцах и детях. В семьях не бывает идеальных и легких отношений. В жизни все – любовь, счастье, слезы, горести, надежда, радость, потери и разочарование. Эта книга обязательно всколыхнет ваши собственные воспоминания о детстве, заставит вернуться в прошлое и посмотреть на некоторые события совершенно с другой стороны. Книга продается в дом с дедушкой. Какова цена успеха? Сколько стоит предательство? Как нужно было прожить жизнь, чтобы в конце нее собственные дети продали тебя вместе с домом? В этом романе нет положительных или отрицательных персонажей. Здесь все как в жизни. Мужчина в возрасте около пятидесяти, гордо катит по дорожкам парка коляску. Он молодой отец, рядом идет молодая жена. Она улыбается, кивает, соглашаясь с каждым словом мужа. Вторая молодость или вторая жизнь? А что осталось в первой? Бывшая жена, дочь или сын, подросток? Имеют ли они право на вторую жизнь? Вы узнаете, прочитав книгу Маши Траук «Вторая жизнь». В книге «Пьяная стерлядь» Маша Траук показывает своих героинь самый острый, самый интересный момент их жизни. И этот момент, который длится всего месяц, день, а иногда час или минуту, говорит о них больше, чем про странное жизнеописание. Мик и героиня понимают, что тот, кого она когда-то любила, чужой. И зря она везла из Москвы в Питер рыбу, чтобы сварить ему суп. Мик и ребенок понимают, что родители не любят друг друга, и она сама для них лишняя. Мик и человек понимает, что любит другого человека так, что жить без него не может. Все эти мгновения, которые Маша Траук останавливает, чтобы показать вам. Книга «О чем говорят младенцы» предназначена для родителей, которые познали все прелести первых месяцев после рождения ребенка. Автор пишет о своей малютке дочке, о старшем сыне, грызущем гранит школьной науки, о муже, о маме и знакомых, которые так и норовят влезть со своими советами. Но повествование идет не только от лица Маши, но и от лица Симы, которая только-только начала осознавать мир вокруг себя. Малышка смотрит на мир и своих близких, и именно ее взгляд заставляет улыбаться читателя. В историях Маши Траук всегда тесно сплетено трагическое смешное, как повседневность не терпит чистого деления на черное-белое, так и книги автора не предполагают очевидных финалов и предсказуемых развязок. В центре книг Маши Траук семейной истории, которые настолько близки большинству женщин, что не оставят никого равнодушным. Продолжение следует...